Операция ВСФ Политика 31 января 52 операция ВСФ заседания Совета Федерации в среду, 30 января, началось с настоящей спецоперации. Правда, как отмечают в правоохранительных органах, тихой, прошедшей без эксцессов. Прямо в зале заседания в присутствии генпрокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина был задержан член Верхней Палаты Российского парламента от Карачаева Черкесии Рауфа Рашуков за организацию политических убийств. Вскоре стало известно и о задержании его отца советника гендиректора ООО «Газпром» Межрегенгаз Рауля Рашукова. В рамках уголовного дела о создании преступной организации, хищении природного газа Пала Газпром, совершении двух убийств и других преступлений, Рауля Рашуков, как полагает следствие, причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа Пала Газпром на сумму более 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении Следственного комитета России. Следователями совместно с сотрудниками ФСБ проводятся масштабные следственные действия по данному делу в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномыске, Буденновске, Астрахани и других городах, А за несколько минут до задержания Рашуков-младшего была прервана трансляция для журналистов, вход-выхода в софет перекрыли. Решение о том, чтобы задержать его прямо на заседании принято, чтобы он не смог скрыться, цитирует РИА Новости анонимного представителя Следственного комитета. Сам Рашуков отказался выступать на заседании. Даже хотел уйти во время выступления Чайки, который зачитал представление о снятии с него неприкосновенности, сообщает другой источник. Но после просьбы Валентины Матвиенко остался. Видимо, поняв бесперспективность сопротивления. К тому же подобное развитие событий вряд ли было для 32-летнего сенатора Рашукова таким уж неожиданным. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет РФ установил причастность сенатора от Карачаева-Черкесии к двум убийствам в 2010 году заместителя председателя общественного молодежного движения ДГ Хаса Жукова и советника президента Карачаева-Черкесской республики Шабзухова. Кроме того, его обвиняют в подделке документов, на основании которых он стал членом Совета Федерации. Ни единого вопроса по представлению генпрокурора от коллег Арашукова не последовало. Они молча проголосовали за лишение его неприкосновенности. Кремль также не комментирует задержание Рауфа Арашукова. Опять-таки без каких-либо комментариев и пояснений, уже автоматически, Единая Россия приостановила членство в партии Арашукова до выяснения обстоятельств. Между тем события вокруг задержанного по обвинениям в тяжких преступлениях высокопоставленного представителя партии власти вопиюща. Как и отсутствие реакции этой самой власти. Вопросов причем даже не к Рауфу Арашукову, с которым в целом все понятно, а к правительству Карачаева-Черкесии, руководству ЕР, Совета Федерации, следственных органов, множество. Хотя бы потому, что репутация Арашукова известна, ряд инкриминируемых ему деяний совершены давно. И выяснять обстоятельства Единой России надо бы прежде, чем продвигать, мягко сказать, небезупречного политика на высшие государственные должности. В частности, в Совет Федерации в 2016 году, все это время родственники убитых политических соперников Арашукова-младшего тщетно пытались добиться справедливости. А тот спокойно и беспрепятственно строил политическую карьеру. Рауф Арашуков, сын северокавказского нефтяного короля Рауля Арашукова, ранее возглавлявшего Межрегионгаз, вообще из молодых до ранних. Топ-менеджером в ООО Ставрополь-Регионгаз он стал еще школьником, в 16 лет. А уже в 18 депутатом городской думы Ставрополя. В неполные 22 года, весной 2008, указом президента Карачаева-Черкесии Мустав Ибадыева назначен министром труда и социального развития республики. Впрочем, в том же году глава КЧР сменился, и Рауф Арашуков сменил министерский портфель на должность помощника президента республики Бориса Ибзеева. Но и на этом посту он долго не задержался. Сначала исполнял обязанности руководителя Хабесского муниципального района, родовой Вочиной Арашуковых, а 1 марта 2009 года избран его главой с результатом 98,5%. Естественно, от Единой России. В октябре 2010 года при поддержке Единой России избран депутатом Народного собрания Карачаева-Черкесской республики четвертого созыва, но 7 апреля 2011 года сложил полномочия досрочно. Обратите внимание, молодой политик долго на одной должности не задерживается. В республиканском парламенте, как уже после его задержания, говорят депутаты, с ним работавшие, Арашуков ничем себя не проявил. Как глава района запомнился только переименованием улиц в честь своих родственников. Впрочем, те, кто имел с ним дело в ту пору, не удивляются. Утверждают, что, кроме денег, девушек и дорогих автомобилей, на которых он якобы как минимум дважды попадал в ДТП с гибелью пешеходов, но ответственности не понес, будущего члена Сафеда ничего особенно не интересовало. Однако свой, наиближайший, человек в органах власти нужен был его отцу. Сам Арашуков-старший не мог рассчитывать на политическую карьеру, так как давно уже испортил себе биографию уголовщины. В 1985 году он получил свой первый срок за то, что обманом выманил у двоих комбайнеров в общей сложности 4 тонны зерна стоимостью 800 рублей. Спустя год украл грузовик с подсолнечником, был пойман, обвинен и приговорен. Сроки оба раза были небольшие, да и деяния вроде не особенно значительные. Но пришли иные времена. Для талантов Арашуковых открылись необозримые возможности. Ну хотя бы в области газовой коммерции, где национальное достояние легко превращалось в несметные богатства олигархов и их кланов. Впрочем, лихие 90-е давно окончились, а богатства олигархов лишь растут. Напомним, олигарх это не просто сверхбогатый человек, но еще и тот, кто оказывает решающее влияние на принятие решений органами власти в собственных интересах. Арашуков-младший, с детства привыкший к вседозволенности и исполнению любых своих капризов, возможно, оказался не лучшим представителем. Создавал слишком много проблем. Но и без такого представительства как будешь вести большие коммерческие проекты. Тем более, что созданные им проблемы удавалось разруливать с помощью других властных чинов. Даже когда речь шла о пролитой крови. В 2010 году в Черкесске были убиты советник президента КЧР Фральши Бзухов и бизнесмен, общественник, лидер молодежного общественного движения ДГХС и Аслан Жуков. Задержанные по этому делу на допросах заявляли, что заказчиком убийств был Арашуков-младший. Причина его желанию занять пост премьер-министра республики. Аслан Жуков отказался по приказу Рауфа Арашукова организовать срыв очередной сессии Народного собрания КЧР. Более того, он сделал запись этого разговора, который выложили в интернет. Фральши Бзухов отказался по требованию Арашуковых снимать свою кандидатуру с претендента на должность премьера КЧР. В коре после этого он был избит битами и застрелен прямо перед своим домом. Премьером Карачаева-Черкесии Арашуков, правда, не стал, только первым заместителем председателя правительства, одновременно возглавив федеральное казенное учреждение управления федеральных автомобильных дорог на территории КЧР. Но его федеральной карьере это никак не помешало. Для полного изобличения Арашукова в убийствах не хватало показаний посредника Рустама Коп-Сергенова. Однако в конце 2017 года он был арестован и дал изобличающий Рауф Арашукова показания. Казалось бы, тут уже сенаторская неприкосновенность не спасет. Но ничего не происходило. Напротив, как утверждают родственники убитых, дело пытались развалить, так как Арашуковы имели влиятельных людей в правоохранительных органах. Факт такой дружбы подтвердился и на днях. На прошлой неделе в блоге «Подноготная» появился материал за подписью Леонида Петровского, который иллюстрирует фотографии и видеоролики. В материале рассказывается, что 18 января в фамильном СПА отеле Адиюх Пылас в Черкесске отмечали день рождения Арашукова-старшего. Хозяин этого вечера приехал на собственное торжество в респектабельном автомобиле в сопровождении машины ДПС с номером А000209. По законодательству сотрудники ДПС имеют право сопровождать лишь первых лиц региона, но для газового короля, хотя и бывшего, в республике делается исключение. Услаждать слух именинника специально из Москвы прилетел Николай Басков, который исполнил несколько песен на черкесском языке, включая Арию «Есть единственный всевышний ялах». Среди аплодирующих были замечены топ-менеджеры «Газпрома», многочисленные чиновники, депутаты, предприниматели, а также и силовики в частности, высокопоставленный генерал-майор юстиции. Характерно, что и у клана Арашуков начались настоящие проблемы только после того, как Рауф испортил отношения с рядом влиятельных лиц на Северном Кавказе. Если правоохранительные органы РФ впрямь решили всерьез бороться с мафией и коррупцией во власти, то надо бы выяснить, что за депутаты, чиновники, силовики и госпромовские топ-менеджеры были приближены к королю, которого подозревают в хищениях десятков миллиардов рублей. Не менее важно выяснить, кто выгораживал Арашукова-младшего в Совете и Федерации, когда выяснилось, что в нарушении закона у него имеется вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. В Совете заявили, что провели проверку, нарушение не выявили, а все обвинения голословны. Ну а в СКР теперь утверждают, что нарушение и подлог документов, когда дата вида на жительство была исправлена, имели место быть. А какова ответственность Единой России, продвигающей на высшие посты людей, несущих, судя по обвинению следственных органов, угрозу государственным интересам нашей страны? Если такой ответственности не будет, то нынешний арест в Совете Федерации всего лишь сюжет для очередного сериала на телевидении. Екатерина Польгуева